Доброе утро! Самые позитивные в стране Евросоюза. Латвия, привет! Просыпаемся. И если позволите, сегодня выдержка из интервью, которую дал господин Эдвардс Милсенс. Мне очень понравилось. Возможно, вам тоже. Я думаю, это легитимное требование. Я не говорю о бизнес-плане. Это проект на 2 миллиарда, не миллиона, миллиарда. Слышите, о чем речь? И мы спрашиваем, есть ли какой-то бизнес-план или хотя бы какие-то расчеты, какие-то цифры, чтобы понять, о чем мы можем решать. Это выдержка просто из интервью, вы его посмотрите сами. О чем идет речь? Речь идет о том, что правительство Каренша подписало сделку с ветрогенераторами на 2 миллиарда. На 2 миллиарда. И вот сам господин Смилтон, человек в политике 15 лет, из Сайма вообще никогда не уходил. Вот он там сидит 24 на 7 и говорит, я не понимаю, зачем нам эта сделка в 2 миллиарда. То есть вы понимаете, что там в колуарах все вообще все понимают. И человек мягко говорит, что самая крупная сделка в истории Латвии, она сделалась вот так. Вот кто-то захотел, раз и быстренько подписал. Не было никакого широкого обсуждения. Ты сам об этой сделке хотя бы знал, нет? Да и бог снять с этой сделкой, но недавно же у нас была военная закупка на 200 миллионов, помните? Шлессерс ее остановил. И что там выяснилось? Что ее надо остановить по причине высокой коррупции. Разумеется, никто за это не сел и отвечать никто не будет. Следующая сделка 2 миллиарда. 2 миллиарда. Вот. А к чему я все это затеиваю? Вот смотрите, у нас Росликов и Шлессерс, красавчики, зовут нас как бы на митинги. И вот мне кажется, что эти митинги, они пустышка. Потому что там выходит симпатичный Росликов, пиарится просто 24 на 7. Смотрите, какой я красивый. Выходит Шлессерс, говорит, очень умно, очень хорошо. Ребята, ну позвольте, все последние, ну как минимум 20 лет, тот же Ушаков в Саскане, очень умный, очень хорошо говорили. Но делали? Нет. Не идем ли мы по этому пути? Почему бы, когда мы на митинги, не вышли бы, вот, например, у нас 5 тысяч человек, и не позвали бы сюда Каренша, на этот же митинг? И не задали бы вопрос по этой сделке на 2 миллиарда? Только не популистические вопросы, а конкретику. Цифры, расчеты, то есть под какой процент мы берем в долг эти деньги? Это не наши деньги, 2 миллиарда. Когда окупаемость этих денег будет? Нужен ли этот проект Латвии? И вот просто вот 5 тысяч человек стоит, господин Шлессерс с Росликовым, в своей манере, вызывают господина Каренша и задают ему вопрос. А господин Каренша, он же любитель возглавить такие мероприятия. То есть люди выходят на митинг, а он раз такой, и на сцену. Помните, как было, например, с учителями? Почему бы не сделать тот же самый батл? Все то же самое, учителя пошли на митинг. Окей, сейчас просто люди идут на митинг. Что мешает в этой случае Кареншу выйти на этот митинг впереди толпы и подняться на сцену? Ну, если тогда это было от души, а не спланировано, да? То почему бы не повторить ровно точно такую же схему? И там господин Шлессерс подходит, не крича, спокойненько, в свободной манере, и задаст вопросы по двум миллиардам. Почему нужно делать, на мой взгляд, это? Потому что все остальное у нас уже было, креативом там не пахнет. Это просто очередной популизм. То есть я представляю себе ситуацию. 16 числа митинг. Придут туда заявленные 10 тысяч человек. Ах, очень хорошо. Традиционная сцена, выходит красивый Росликов, а он же уже произнес все слова. Зайдите в ТикТок, там было все сказано. Что Росликов еще может добавить? Была большая сцена у Милды. Росликов там тоже уже все сказал. Интервал между митингами очень маленький. Неужели Росликов настолько талантливый, что он придумает что-то новое? Неужели уж у Шлессерса появится какая-то новая речь? Если этого не появляется, а люди приходят, то люди задают вопрос, какого черта мы приходим и как старая замкнутая полостинка слушаем одно и то же. То есть мы от тебя в ТикТоке, Леша, это услышали. Со сцены услышали. Бля, буду, ты просто будешь как шарманка повторять одно и то же. И мы все понимаем, что дальше разговоров это не пойдет. Вот прямо понимая. Единственная цель, как мне кажется, это просто манипуляция с правительством. То есть нашим двум партиям ничего не светит, а хотелось бы что-то урвать. И поэтому мы выводим 10 тысяч человек и говорим, ну так вы нам что-то дадите или нет. Почему у меня такие подозрения? Потому что я не вижу конкретики. Я не вижу ни одной конкретики. Просто вот воздух будоражения. И это очень не похоже на господина Шлессерса. Потому что господин Шлессерс всегда был бизнесмен, он всегда делал бизнесы. Он всегда ставил цель и всегда к ней шел и добивался. И когда он шел и добивался, я не думаю, что он это делал путем популизма. Там всегда был холодный расчет, как вариант. И в данный момент, ну не наблюдается этого. Разумеется, 16 числа надо прийти на митинг, это обязательно. И я, конечно же, там буду и встречусь там с тобой. Но сейчас мне хотелось бы, чтобы на эти вопросы хоть кто-то мне ответил.